смотрите какая у меня красивая крупная малинка и смородина здесь всего килограмм ягод 800 грамм малинки и 200 грамм смородины и из этого всего я хочу сегодня сварить джем джем с агар-агаром такой густой похожий больше на желе я очень хочу такой попробуйте еще такое не делала моя мама готовила такое варила то есть и посоветовала мне дала рецепт сейчас я хочу попробовать и поделиться с вами своим результатом давайте приступим так пересыпаете ягоды вот такую кастрюлю обычная кастрюля с толстым дном вот так вот сейчас добавляю сюда сахар на килограмм ягод килограмм и оставляем их настояться пустить свой сок я стряхнула чтобы они равномерно накрыли здесь немножко вот горкой я так присыплю я думаю это не так не столь важно оставляем на пару часиков можно на часик главное чтобы ягоды пустили сок и все и будем включать газ и варить прошел ровно час как я засыпала ягоды сахаром посмотрите пустил сок сахар начал оседать и пропитываться соком и вот время включить я перемешиваю не боюсь повредить ягоды потому что я буду готовить как джем мне целые ягоды не нужны в принципе с малины целые ягоды и не получится поэтому делаем джем вкусный сейчас включаем плиту на среднем огне чтобы не подгорало чуть меньшим чем средний можно и время от времени помешивать чтобы сахар равномерно растворялся у меня лопатка мягкая сейчас возьму пожестче и доводим до кипения когда начнет кипеть кипятим на маленьком огне убавляем огонь пять минут и отставляем сторонку потом расскажу что дальше смотрите начинается кипать появляются первые пузырьки так я прокипячу его примерно пять минут смотрите по своей кастрюльке по объему ягод и сахара может чуть больше может чуть меньше нужно будет проводить газ и опускают до минимума пускай вот так аккуратно кипит сниму пеночку и потом отставлю на часик полтора остывать варенье у меня постояла немножко остыла и отключаю снова газ довожу до кипения пять минут кипячу и буду разливать по баночкам а пока она будет доводиться до кипения мне нужно простерилизовать баночки и крышечки крышки я уже простерилизовала вот сейчас покажу каким крышечки я кипячу вот такой маленькой кастрюльки сейчас я их высушу на бумажном полотенце баночки я их помыла содой предварительно налила туда немножко на дно водички и будучи оставить в микроволновку пришла немножко поэкспериментировать перед тем как уже появятся первые пузырьки я буду добавлять немножко цедру лимона вот я натерла здесь вот видите буквально чуть-чуть совсем сейчас чуть-чуть натру чтобы так чайная ложечка была в общем добавлю сюда цедру лимона и прокипячу пять минут потом вот у меня уже готовый агар-агар я его разведу по инструкции как здесь указано хотя у меня мама готовила она просто вот так вот его засыпала туда хорошенько перемешивала и разливала по баночкам я наверное вот тут по инструкции написано что нужно развести я так и сделаю чтобы он у меня сработал наверное ну в общем сделаю в конце в итоге вы видите мой результат вот варенье уже начинается кипать я забрасываю сюда вот так вот цедру лимона сейчас возьму лопатку хорошо перемешаю чтобы она равномерно распределилась по варенью так пахнет приятно мне нравится что в этом варенье будут то такие вот ягодки смородины целые потому что малина разваривается превращается в однородную массу еще ягодки малины остались целенькие те которые поплотнее были вот ягодки черные смородины это общая красота это варенье чем просто что не нужно бояться что там что-то развалится разварится потирает форму потому что она и так в принципе должно быть таким с клубникой с вишенкой конечно нужно повозиться чтобы они сохранили свою форму это варенье попроще готовится быстро и легко такое варенье можно хранить вне холодильника в любом месте где вам удобно будет его хранить так разводим агар-агар берем сатлинник включаем засыпаем все по инструкции делаем как указано в пакетике производителя засыпаем и 200 миллилитров холодной воды помешивая доводим до кипения возьмем лопаточку хорошо размешать до однородности указано в инструкции довести до кипения и пару минут прокипятить а потом соединить с продуктом с нашим вот например с нашим вареньем в нашем случае поэтому давайте сделаем когда начнется кипать я вам покажу какой будет консистенции смотрите агар-агар закипел он кипит становится такой прозрачный как карамель золотистый и он вот так вот должен струйкой стекать когда он уже будет готов сейчас он еще не готов поэтому еще пару минут покипятим идем еще обрывается это значит что агар-агар еще не готов поэтому кстати непрерывно мешает не отходите от него пока он варится нужно постоянно помешивать где же струйка отлиняется варенье там кипит агар-агар здесь кипит да так да и уже появляется струйка вот такая вот и на ложечке накапливается признак готовности агар-агара все можно я думаю выключать и минуты прошло достаточно и струйка есть такая вот отлично готов сейчас быстро нужно снять пенку и влить агар-агар тонкой струйкой ягодки не надо главное уже ягодка попалась пенка сладкая такая липкая вообще кошмар я тут заляпала по кухне буду отмывать ложечку есть люди которые вообще не снимают пенку но я не знаю что я честно не люблю ее ни в каком виде ни в супах нигде всегда снимаю пенку везде где ее вижу все варенье я включаю пять минут прошло оставшуюся пеночку быстро снимаю потому что агар-агар нужно залить пока горячий вот и все в принципе вот агар-агар вливаем сюда смотрите там на стеночках есть немножко накапливается да он уже пристывает его не не шкреб не шкребываем сюда не нужно потому что это будут комки вот такие вот просто прозрачного желе у вас в этом варенье оно вам не нужно вам нужно однородное варенье правильно отдельные куски такие прозрачные вам не нужны вот эта жижа которая жидкость агар-агара сползает сама стекает кастрюльку она вам нужно а все остальное там сошкребать ложки там с кастрюльки со стенок не нужно пускай остается это выбросить нужно размешиваем до однородности очень хорошо и сейчас будем заливать в баночки и закрывать переворачивать не обязательно загустевает агар-агар когда остывает мы его просто оставим на столе через несколько часов он уже будет намного гуще и я вам открою покажу до какого состояния и за какое время он стал готовым будем заливать поближе поставлю так вот я взяла баночки половник приготовила сейчас буду заливать варенье в первую очередь я хочу такие маленькие баночки залить для деток это были джамики здесь вот еще будут джамики для детей для детей посмотрите хочу показать как застывает варенье джемс агар-агара знаете какая прелесть какая красота его можно красиво мазать оформлять использовать вообще везде где душа пожелает какая прелесть посмотрите настоящий джем получился красивый обязательно попробуйте этот рецепт пахнет невероятно вкус тоже замечательный я знаю потому что я в прошлом году пробовала его у мамы дома это очень вкусный джем и полезный потому что много витамина все таки смородинка малинка сайте малине ягодка черной смородины очень красиво смотрится и зернышки белеют красиво конечно можно было бы перетереть через сито если хотите совсем до однородности до прозрачности мне нравится такая вот консистенция хорошая красивые зернышки светятся если вам понравилось видео если вам понравился рецепт обязательно попробуйте приготовьте пишите в комментариях ваши отзывы как у вас получилось как вам понравилось я буду рада для вас еще много много чего много интересного записать и выложить на моем канале уже ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал а я пойду угощать деток этим джемом